Итак, к сожалению камера оказалась разряжена, поэтому начало я вам не покажу. Собрал я обратно душ, протянул сюда воздушный канал, вот теперь здесь вот часть оплинки идет, ну то есть отопление работает. Розетку поставил, то есть все вернул на место, вот здесь теперь занялся, смотрите, провода раскладывают, видите, повесил распределитель HDMI портов с одного входа до четырех выходов имеет, сейчас подключены два выхода, потом добавится третий выход на чарплоттер и возможно все-таки я повешу снаружи телевизор, вот туда на арку и тогда четвертый выход для того телевизора задействуется. Вот этот пока не повешен, но скорее всего будет вот здесь вот так висеть, потом провода уберутся, чтобы красивее смотрелось, вот есть шанс, что он будет висеть здесь. Это у нас распределитель, вот сюда вот на вход, вот input, должен будет прийти кабель от чарплоттера, это для того, чтобы два чарплоттер на вот эти два телевизора выдавал свою картинку, ну то есть дублировался чарплоттер, он будет предположительно там висеть. Здесь немножко, скажем так, проапгрейдилось, теперь вот это будет вот сюда вешаться, потом на двухстороннем таких липучках, чтобы можно было снимать ее, и тогда у меня удобный доступ к USB портам будет, ну то есть очень удобно. Вот это сама ТВ приставочка, это, которая дает у меня телевидение. Здесь за магнитолой тоже будут модули еще подвешены для оптического выхода и так далее. То есть занимался сейчас вот этим. Хочу заняться, повесить снаружи крепления для кранцев сейчас на нос повесить, пойти, потому что они у меня внутри мешаются. Завтра в планах заканчивать вот здесь все. Сегодня уже не буду, потому что садится солнце и уже будет холодать сейчас. Так что это в планах на завтра, на сегодня. Сейчас буду внутри ковыряться, доделывать расключение телевизора. Скорее всего нарисовать надо чертеж для... Вот, кстати, зазубал меня это выключать электричество. Тут надо поправить это. Ну, это временно просто поэтому. Получается, я если ее прижимаю, она вышибает. Смотрите, запускается теперь кондиционер заново. Все запускается. Вот он пошел работать. Ну, то, что от 110 работало. Эти теперь не вырубаются, потому что они уже перецеплены полностью телевидением на 12 вольт. Все работает через 12 вольт. Вот такие вот примерно планы. План сегодня еще холодильник вытащить и поставить сенсора внутрь. Вот они сами сенсора. Вот такие вот. Поставить два таких сенсора в холодильник надо и вытащить оттуда старый сенсор, который я тогда ставил, который, к сожалению, не подружился с моей системой. Вот он температурный сенсор N2K. Надо будет его на ebay продать. Он специфичный, то есть он работает, но он работает только с Семрадом. А в остальную систему его уж ни данные не видны. Поэтому как бы он не очень интересен мне. Ну вот, в общем, примерно такой план работ. Сейчас я просто не буду сильно затягивать. Беру вот эти вот на нос, которые туда ставятся и пойду их ставить. Вот сейчас она. Ну, в принципе, сейчас мы с вами вместе пойдем. Единственное, наверное, надо за инструментом сходить в машину, чтобы был инструмент их прикручивать. Так что сейчас вернусь. Сидел за инструментом и как-то прям так промерз, что аж неохота стала уже лезть ставить эту штуку. Так что откладываем ее на завтра, ребят. Не буду я ее сейчас ставить. Вот инструмент. Держалки. Пускай здесь лежат. Потому что как-то реально холодно. Но здесь лазишь, здесь зачехлено. Плюс дверь открыта внутрь в катер. И получается, что здесь довольно тепло. О, кстати, можно вот это вот вырезать, тоже начинать. Здесь вот это. Я все жду, когда бумажка до конца сама отвалится. Смотрите, она уже насколько отошла. Видите? Уже остался вообще чуть-чуть кусочек вот здесь вот держит ее. Ну, ее намочить надо, и она отойдет сама. Под нее надо резать отверстие. Сажать ее на герметик. Единственное, перед тем как сажать, я думаю, что надо закрыть вот это сзади. То есть взять какую-то пластину, прикрутить. И вот здесь тоже пластинку прикрутить, чтобы закрыть. Чтобы вот эти, туда в моторный не проваливалось ничего. Вот. Ладно, буду тогда ковыряться с чем-нибудь внутри. Не пойду уже наружу. Ну, реально, как-то ветер такой прохладный, я бы сказал. Что-то я так не подрасчитал это. Надо было раньше пойти ее поставить. Ну, буду здесь ковыряться. Здесь вообще теплый. Ладненько. Не знаю, чем сейчас займусь. Сейчас буду смотреть. Но что-то буду устанавливать. Как всегда. Пойдем сейчас с вами ставить вот эти части. Вот инструмент. Я ведь открыл выход. Вперед, чтобы не ходить по боку. А чтоб вот так раз. И все. И ты на носовой палубе. Сегодня очень хорошая погода. Прямо весна шепчет, что я иду. Сейчас я все приготовлю. Ставить будем на рейлинге. Я думаю, вот. Либо туда, либо туда. Еще не определился. Сейчас примерю. И будем ставить их. В общем, наживил я. Как-то вот так, наверное, они будут выглядеть. Думаю сейчас. Нормально ли вот здесь. Или все-таки на носах убрать. Здесь они не мешают, в принципе. Потому что на носу вот надо подходить, чтобы швартовать. Отшвартовывать. И они могут мешать. А здесь они, по сути, никому не мешают. Их легко обойти. Рожковый ключ мне на 7-16-х нужен, чтобы закончательно затянуть его. Сейчас пойду в машину, принесу ключ. И буду готовить вторую к установке на вторую сторону. В общем, как-то вот так, ребята, получается. Вроде бы неплохо. То есть, когда кранцы встанут, надо будет еще подобрать резинку, чтобы их фиксировать в убранном состоянии. И проблема в том, что у меня сейчас четыре кранца. Надо будет еще два докупить такого же цвета, чтобы они одинаково выглядели. Вот. Ладно, пошел я за рожковым ключом, чтобы их закрепить. Ключик 7-16-й. Теперь можно все это подтянуть здесь. Вот эти вот затянуть. Конструктив сделали они такой, что без ключика не затянуть все это. Так, ладно, ребят. Хуже мне нужна вторая рука. Примерно. Подтянем. Вот что-то типа такого получается. Выглядит вроде неплохо. Мне сейчас вот надо затянуть, чтобы оно вот так перестало гулять. И все это протянуть хорошо. Итак, примерно вот так это получилось, ребят. Не знаю, нравится мне пока оно не нравится. Не знаю, сейчас повешу второе такое крепление на ту сторону. Может, конечно, перебор, что он под три кранца, надо было бы под два кранца. Но видите, этот был на безумном селе. Я эту держалку купил каждую, по-моему, по 10 долларов. Поэтому, кажется, практически дареному коню в зубы не смотрят. Ну ладно. Кстати, надо кранцы еще подкачать, они новые, еще не накачанные даже. Они мне как в коробки пришли, я их даже не накачал. Надо будет их, наверное, все взять с собой в Эстмарин. Чтобы накачали. О, смотрите, круизник выходит. Вон. На горизонте, не знаю, видно его или нет. Довольно быстро движется. Вот, сейчас буду вешать второе крепление на эту сторону. Ну и кранцы уже пускай здесь, наверное, хранятся, потому что внутри они у меня место занимают. Я говорю, надо будет заказать в ближайшие прям дни еще два таких кранца. Чтобы их было шесть штук одинаковых, все одного цвета. Вот такие они у меня красненькие. Так, ладно, будем вешать вторую. А, ну вот, кстати, как это снаружи выглядит. Видите, вот. То есть вот оно, на рейлинг здесь закреплено, внизу. И все это протянуто. Не знаю. Пока вроде думаю, что нормально. Вот, все думаю, может сюда их надо было перевесить. Ну, хотя там, наверное, они самые оптимально, удобно находятся. Ну, вот, в общем, получились две держалки. Видите, левая, правая пока по два кранца. Потому что у меня нет третьего пока просто. Будут пока храниться по два. Сейчас, может быть, в ближайшее время закажу еще два кранца. Чтобы они были синхронно как бы уже, ну, одинаково. Видите, сейчас получается, что у меня... Вот, кстати, надо накачать. Видите, как они... Я их просто покупал новыми. И в Вестмарине их вообще подкачивают. Когда они новые приходят. А я забрал прямо с коробкой их. Поэтому они их не накачали. Ну, это не проблема. Это... Берете насос и вот, видите, специальный клапан для накачки его. Пускай они поставят на солнце, прогреются. То есть, я их летом подкачаю, когда будет самая жара. Так, чтобы они были... Ну... Понравились мне, назовем так, по ощущениям. А потом просто зимой, когда холодно или где-то в холод попадаешь, они будут чуть приспускать и все. Если я их сейчас сильно накачаю, то когда будет лето, их раздует еще сильней. От солнца, от жары, от всего этого. Ну, в общем, вот так пока получилось. Мне кажется, что в целом неплохо. Еще подстрою. Посмотрю, как они будут себя на везде вести. Ну, я имею ввиду, эти крепления. Не знаю, нравятся они мне или нет, не могу пока сказать. Как-то хлипковато, конечно, держится. Есть вариант, конечно, рейлинг вот здесь просверлить насквозь и болтом сквозным прикрутить. Но тоже неохота. Так что-то с ним случится, не понравилось, снял, выкинул. Прицепил ноги. То есть пока оставляем как есть. Вот на данный момент. Выглядит оно довольно хорошо, мне нравится. Забираю свой инструмент и иду ковыряться внутрь. Занялся я светильниками. Вот видите, верхний уже поставлен. Сейчас хочу вот здесь просверлить еще один светильник, чтобы все ступеньки подсвечивались. Поставить сюда три светильника. Вот как он выглядит, светильник, видите? То есть он вставляется, шурупами прикручивается, а сверху закрывается либо белой, либо черной крышечкой вот такой декоративной. Также думаю добавить светильник может быть вот сюда еще, вот в это место, чтобы он вниз светил. И где-то вот здесь еще, чтобы он тоже пол освещал, наверное, вот так вот где-то по центру. И тогда вот эта вся ниша будет хорошо освещена. Вот такой вот план. На улице сегодня прекраснейшая погода, просто супер. 48 градусов мы имеем температуру воды уже по Фаренгейту. Так что вот, сейчас вот приготовил пылесос, буду все закреплять. Светильники закончу, начну закреплять вот эту панель на место. Ну то есть все это закрывать. Все, смотрите, вот сделал я сегодня еще подсветку ступенек. Вот видите, три фонаря поставил. Центрального раньше не было, был ток верхний и нижний. Но я решил, что три будет смотреться красивее. Поставил вот сюда сенсор температуры салона. И думаю, не в этот раз, в другой раз уже где-то поставить фонарь, который будет светить, в ноги туда освещать. Вот они, видите, все потухли уже. Сейчас я уже все барахло практически перетащил. Ну вот осталось немножко канистры, канистры. А, я хотел залить топливо. Пойду сейчас быстро залью топливо. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»